Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, пока, и группа компании Skyway. И мы начинаем ваш, наш, ваш, наш авторский вебинар. Сегодня у нас вторник, 27 число. И очень-очень многие наши лидеры уже находятся в дороге, либо уже прилетели, приехали в Минск. Поэтому такая горячая пора начинается. Я думаю, что в ближайшие дни, конечно, следите за новостями в чатах. То есть, возможно, я не могу гарантировать, но, возможно, то есть, мои вебинары в пятницу состоятся или нет, пока под вопросом. То есть, как будет складываться ситуация уже в Минске. А так, дорогие друзья, да, ставьте десяточки, что слышно, видно меня, нормально или не очень. Я всех благодарю. Сережа Швыров, да, привет большой. Игорь помогал, я кого вижу, кто ставит. Любушка с Крыма, огромный привет. Юра Зубер, персонально, давно тебе не давал слова, надо прям дать тебе слово, чтобы ты высказал еще свое пожелание. Гена у нас из Солнечного Израиля приветствует нас. Розочка с Казахстана. Это всех-всех-всех, ребята, хочется отметить, хочется сказать, что мы с вами молодцы. Это супер, это здорово. И то, что мы с вами делаем, это действительно стоит того. И сегодня, вы знаете, такое будет, сегодня я не буду проводить тренинг, что-то еще такое, то, что мы вообще-то намечали, но уже, наверное, после Экофеста, просто я буду обязан это запустить, и систему обучения, и так далее, и так далее. То есть, те фишки, которые есть, но можете поздравить, сегодня у нас, вот, то есть, у меня, используя ту методику, которую я применяю, у меня сегодня человек, вот, у меня лично сегодня человек вошел на довольно-таки хорошие суммы, скажем так, хорошие инвесторы. Не от того, что я его сильно мотивировал, что-то, но человек просто ему показал и дал ему осознание на основе, кстати, на основе вебинара, который проходил в воскресенье, не в воскресенье, а вчера, в понедельник, проводили Виктор Тарасов в Магасу Могузель, вот на основе этой информации, то, что человек услышал и понял, что кто здесь еще является нашими партнерами, вы знаете, для некоторых людей, для некоторых людей, особенно осознанных инвесторов, это очень важно, что Виктор Тарасов здесь с нами, это невероятно важно, это просто невероятно важно, понимание, что люди такого ранга, такого статуса на международных, на российской бирже прежде всего, люди, которые осознают и преподают уроки финансовой грамотности, которые, если я вам скажу, что кто еще этот вебинар не слышал и не видел, дорогие друзья, делайте запросы в чатах, где будут запросы в чатах, там я сброшу, вам, да, вот Любушка слышала, да, вот эта информация вчерашняя, действительно, вебинар был просто невероятный, невероятный в том плане, даже я сам лично на вводных вебинарах, вот слушал их выборочно, но вчерашний вебинар даже не вводный, это фактически элементы авторского вебинара Виктора Тарасова, о том, что такое акции, понимание, особенно облигации, государственного займа, если я вам скажу, что когда вы начнете понимать, осознавать, что используя облигации госзайма, можно зарабатывать 800% годовых, скажите, это может быть интересно в принципе? 800% в год, при этом риск равен нулю, это интересно или нет? И плюс к этому это все привязано, заметьте, все это привязано к осознанности того, что мы делаем Skyway, что мы делаем Skyway, то есть люди такого ранга являются сейчас нашими партнерами, вот просто, ребята, осознайте вот это, осознайте, люди, которые 21 год уже являются торгующими трейдерами, которые являются ведущими, ведущим преподавателем Московской товарной биржи, вот было достаточно буквально 10-15 минут максимум посмотреть ролик, после чего человек сказал да, это важно, важно понимание, кто с нами, абсолютно верно, полностью рисков не бывает, Дима, ты абсолютно прав, но акции государственные, то есть облигации государственного займа, это самый надежный, самый ликвидный инструмент, для того, чтобы это понять, приходите или послушайте, пожалуйста, этот вебинар, просто послушайте, если вы знаете все, я вам напомню такую простую истину, помните, да, когда я проводил тренинг, знаю, не знаю, думаю, что знаю, все помните это, 99% людей находятся в третьей категории, думаю, что знаю, я вам просто напомню это, я задаю вопрос, просто задаю вопрос, а вы на него ответьте сейчас, вот прямо сейчас ответьте, да или нет, вы знаете, как ваше имя, напишите, да или нет, ваше имя, просто напишите, да или нет, пишите смело, поработайте пальчиками, поработайте с самого начала, сегодня у нас будет не такой большой вебинар, но в любом случае, знаете ли вы ваше имя, напишите, да или нет, если кто-то стесняется, можете не писать, можете быть в зале ожидания, помните, да, тренинг, в зале ожидания, находите в зале ожидания, Марьям, да, 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 вебинар, да, ссылки были довольно-таки поздние, и при этом время было не воскресенье в первый раз, не в первый раз, ну, может быть, второй раз в понедельник, потому что Виктор Тарасов был очень занят на московской бирже, он работал, ну, работал действительно там, ну, была очень важная работа. Еще раз повторяю, знаете ли вы, как ваше имя, напишите, да или нет, пишите смело, я вижу, что нас 82 человека, а пишут очень мало, может, человек 10-15 написали, все остальные стесняются, это не обвинение, но продолжайте стесняться. Второй вопрос, я задам очень простой, знаете ли вы расстояние от Земли, наверное, кто-то уже все просмотрел, но это как бы вот фишка, не фишка, но расстояние от Земли до Нептуна, расстояние от Земли до Нептуна, знаете вы или нет, расстояние от Земли до Нептуна, знаете или нет, нет, не знаем. А теперь следующий вопрос. Вопрос очень и очень простой. А знаете ли вы, что такое система Discover? Нет. Замечательно, чудесно. А теперь следующий вопрос. Я как бы усложняю ситуацию. Вопрос очень простой. Я этот вопрос задаю людям постоянно. Как только начинаем общение, я их спрашиваю. Знаете ли вы или нет про Skyway? То есть компания Skyway. Skyway знаете или нет? 99% людей, с кем я общаюсь в интернете, говорят, что знаю. В интернете говорят знаю. Да. Да. Говорят, да. Следующий вопрос, который я задаю внимание, дорогие друзья, пожалуйста, это отметьте для себя. Для очень многих из вас это важно понимание. Человек говорит, да, знаю. Я говорю, окей, здорово. То есть вы являетесь партнером и инвестором группы компании Skyway. Я правильно вас понял? Человек мне говорит нет. Нет. Человек говорит мне нет. То есть я спрашиваю. То есть человека, знаете ли вы с компанией Skyway? Он говорит, да. Я задаю вопрос. Значит, вы являетесь партнером Skyway и имеете неплохой пакет акций? Он говорит, нет. Я задаю вопрос. Как? Вы не являетесь партнером, но вы все знаете о компании? Да. И человек начинает рассуждать. Это я вам передаю разговор сегодня. Вот буквально сегодня. Первоначальный разговор, который у меня начинался с довольно-таки крупным инвестором, который сегодня взял пакет страва на 200 и на 100 одновременно на 200 долларов рассрочку. То есть 1800, я говорю по капитал, и на 100, по 100 долларов рассрочку взял страва. То есть суммарно на 300 долларов в месяц. Это неплохой пакет. Суммарно это 400, полно, тысяч акций. Но суть дела, что человек говорит мне, да, я знаю. И знаете, что он дальше говорит? Я знаю про компанию Skyway. Ой, это будет через 25-30 лет, а может быть через 50. Я знаю, что эта технология уже 30 лет разрабатывается. Я знаю, что это непонятно, то ли это будет, то ли нет. Я знаю, что олигархи этого не дадут сделать. Я знаю, что в мире полно таких технологий, которые уже применились в Китае. Они есть в Италии. Есть скоростные поезда на магнитном подвесе во Франции. И так далее, и так далее. Я знаю, что разрабатывается технология движения в вакууме Гиперлуп Илона Маска. Я знаю, я знаю, я знаю. А теперь внимание. Вот я вам, ребята, это рассказал. Вот, конечно, было бы неплохо, если бы вы, многие из вас, просто зафиксировали этот разговор. Человек думает, что знает. Первый вопрос. Ваше имя? В каком городе живете? Как ваша фамилия? Как звать вашего родного брата? Вы просто и легко говорите. Да, я это знаю. И называете. Второй вопрос. А знаете ли вы расстояние от Луны до Плутона, до Нептуна или до Юпитера? Человек просто говорит, я не знаю. Вот просто сказать, я знаю или я не знаю. Когда задают третий вопрос, а знаете ли вы про компанию Skyway? Очень многие люди, очень многие люди, особенно кто присутствует в интернет, говорят мне, я знаю. На самом деле, вот это состояние, я сам нахожусь точно так же, как и 99% из нас, из вас и из меня, то же самое, находимся в состоянии, я думаю, что знаю. Вот просто напишите для себя, я думаю, что знаю. И люди говорят, да, я знаю, про сковые я все знаю. Это, ой, когда это будет и так далее. Харата говорил про вывод бонуса, но, правильно понимаю, прошу обращения за вот заблуждение. Ольга Щедринская, Ольга, я тебя прошу, очень прошу, или обращайся в личную, или, ну, вот, Оленька, без обид, но так оно есть на самом деле. Вот этот бред я не хочу слушать. Окей? Что говорил Андрей Федорович Хавратов, я лично с ним пообщаюсь, вот буквально через несколько дней. Вы непосредственно, то, что, как говорит, меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Или как глухой телефон срабатывает. Андрей Федорович говорил совершенно о другом. О налогах 60% это полный бред. То есть Виктор Тарасов говорит четко и понятно, что все то, что будет продаваться, все то, что будет анализироваться и так далее, то есть вы будете платить по доходу налог в размере 13% Российской Федерации. Вот в Швеции, в Швеции вы будете платить 80% налога. Почему? Потому что там такая политика. В Германии там другой процент. В Америке другой процент. Если вы живете в России, то, пожалуйста, слушайте Виктора Тарасова, задавайте вопросы, получайте ответ. Договорились? Спасибо. Так, Лобов, Лев. Лев Александрович, будьте добры, буквально еще несколько минут и я отвечу на ваши вопросы. Дорогие друзья, пожалуйста, больше без комментариев. Можно я как бы продолжу свою мысль по поводу того, что я думаю, что знаю и после этого я отвечу на вопросы. Договорились? Окей. Лев Александрович, спасибо. Благодарю вас. В этом отношении я поражаюсь Виктору Тарасову. Это финансовый консультант глобальных рынков. Лучший финансист, наверное, не только страны СНГ, но и всего мира. Когда он очень вежливо разговаривает с людьми, которые довольно-таки так это резко ему задают вопросы. Он говорит, благодарю, всегда благодарю. Я бываю резок. Но вот Лев Александрович, он вот буквально своим, скажем так, подходом, он импонирует. Я бываю действительно резок. Я заранее прошу прощения из-за того, что бывает иногда довольно-таки резко отвечаю. Ничего страшного. Итак, дорогие друзья, позиция, думаю, что знаю. Мы в этой позиции находимся все. И я то же самое. Я думал, что знал, что такое биткоин еще 7 лет тому назад. Поэтому я их не приобрел в свое время. Я думал, что знал, что такое мобильная связь, которые буквально 27 лет тому назад мне предлагали с адсо-владельцем Южноуральской сотовой компании. Я сказал нет. Почему? Потому что людям в то время, это период бандитского капитализма, надо было кушать что-то. Колбаса, сыр, масло, сметана и так далее, яйца и так далее, и так далее. Поэтому развивали производство продуктов. В то время, как никто не обратил внимания, я лично не обратил внимания на то, что появились первые сотовые мобильные телефоны. Они были сначала у охранников-президентов, потом у президентов, у премьер-министров, у чиновников. А потом буквально через 2 года появились у меня. Привезли мне первый гигантский мобильник, эту трубу привезли, дай бог памяти, в 1989 году. Вот я был, конечно, крутой товарищ, но когда я позвонил Рашиду, то есть человек, который пытался тогда, пытался 2 года тому назад перед этим организовать, профинансировать развитие мобильной связи на Южном Урале, это Южноуральская сотовая компания. Я сказал нет, мне это неинтересно. Я ему позвонил, сказал, ну как там насчет инвестиций, у меня уже вот видишь как бы. Он говорит, ты с чего звонишь? Я говорю, ну сам понимаю с чего. Да, я вижу, чувствую, ты звонишь с трубы, да. Так вот, благодарю, Григорий Михайлович, мне уже твои инвестиции не нужны. Но он сказал несколько мягче в этом отношении. Почему? Потому что, как видишь, ты уже говоришь по мобильному телефону, значит, вышки уже стоят по Челябинской области и по городу Челябинску. То есть инвестиции уже пришли. Кто-то видит, кто-то не видит. Следующая возможность такая была потрясающая. Мы сегодня, знаете, так обсуждали довольно-таки бурно. То есть те возможности, которые мы упустили. И продолжаем упускать возможность, которая бывает действительно раз в сто лет. Почему? Потому что следующая возможность такая глобальнейшая. Это по моим понятиям, так как я за это отслеживаю, это была криптовалюта. Совсем непонятно, вообще непонятно, что это за криптовалюта и как она может заменить или каким-то образом существовать совместно с долларом, с рублем, с иеной и с другими валютами мира. С мировыми валютами. Оказалось, что может существовать больше того. Она дает сумасшедшие дивиденды. Сумасшедшие просто. Невероятно сумасшедшие. Я уже не говорю о том, что акции группы компаний Alibaba, Alibaba, это, я думаю, что, напишите, знаете или нет, обратная связь, что такое Alibaba. Вообще, это крупнейший интернет-магазин в мире. Не только интернет-магазин, но сейчас еще многие-многие аспекты, в которых Alibaba стал совладельцем этих аспектов, логистики и так далее, и так далее. Так вот, за один месяц группа компаний Alibaba при выводе на IPO в 2014 году дала рост темпа акций в 1 миллион 700 тысяч процентов. 1 миллион 700 тысяч процентов. Это цифры какие-то вообще умопомрачительные. Просто невероятные. И верим мы в это, не верим, но это было. Я это не говорю для того, чтобы вас что-то мотивирует, но должно быть понимание. Понимание того, что если мы думаем, что знаем, то, дорогие друзья, как только мы для себя скажем, я не знаю, но это очень интересно, тем более, что это самая крупная компания, создается самая крупная компания за всю историю цивилизации, о чем говорит Антолий Дуарчининский в своем обращении. Заметьте, создается самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это не значит, что он завтра будет создан, но сегодня мы стоим у самых истоков и у нас есть шанс стать совладельцами данной технологии. Отрасли, образующая компания. Дорогие друзья, отрасли, образующая компания. Сегодня вот я мог бы, знаете, целый вебинар провести, даже три вебинара, а может пять вебинаров по сегодняшнюю общению с людьми, которые думали, что они знают. И вот пытаясь повернуть их мышление в другую сторону, я начал отзеркаливать, помните, да, отзеркаливание тех ситуаций, которые люди имеют у себя в голове, тех тараканов, которые у меня есть в голове. Когда я повторял «да», то есть вы хотите сказать, что вот то-то, 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 человек говорит «да». В таком случае, вы знаете, дорогие друзья, я так думал в свое время, пока не вник в историю семьи Юницких. Книга, книга, просто книга, которую вы можете все прочитать или не прочитать. Я даже вам покажу, кстати, на Экофесте будет возможность у вас эту книгу приобрести. Вот она, «Семья Юницких». «Юницкие небесные дороги» – это вся история Анатолия Владимировича Юницкого и его семьи. Эту книгу написал господин Анатолий Боровский. Боровский – это очень известный писатель, очень известный не только над Белоруссией, но и в России. И все те, кто прочитал эту книгу, стали нашими партнерами и очень крупными партнерами, я скажу. Почему? Потому что они понимают, что человек, который всю жизнь посвятил этой технологии, созданию, внедрению этой технологии, этот человек не просто стоит уважения или, как говорят, доверия, а мы вот между собой, не знаю, как, где, но в Челябинске мы называем Анатолия Владимировича Юницкого – это дорога длиною в жизнь. Дорога длиною в жизнь. Человек всю жизнь посвятил себя именно этому. А нам дан шанс быть совладельцами вот этих мозгов, этого направления, вот этого нашего будущего, общего будущего для нас, для наших детей, для наших внуков. Но я бы сказал, даже не столько для детей и внуков, сколько для нас самих. Дорогие друзья, давайте это осознаем. Это не то, что сегодня мне говорили. Да, я, говорит, знаю, что это такое. Это будет через 50, через 100 лет. И я начал вам показывать результаты. А что, говорит, у вас уже земля есть? А что, вы уже что-то создавать начали? А что, вы уже участвовали в международных выставках? А что, вы уже признаны не только в Российской Федерации, но и всем миром? Да, я все это показал. И буквально, я вам скажу по времени, у меня сегодня было более пяти встреч. Все пять встреч закончились тем, что люди стали партнерами. Так, и сейчас можно я, Лев Александрович, все это отвечу. Вот, Анатолий Михайлович, а можно посмотреть по состоянию дел Skyway? И что, давайте так, по состоянию дел Skyway. Я вам ролики показывать не буду, вы это сами посмотрите на YouTube, где угодно. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, что происходит, дорогие друзья? Докладываю. Первое. Сертификация нашего транспорта начата, вернее, не сертификация, а испытания подвижного состава, ходовые испытания начались 1 ноября. Далее, 1 декабря большая представительная группа сертификационного, представителей сертификационного центра Российской Федерации прибыла в Марьину Горку, то есть в Минск, для того, чтобы начать сертификацию, добровольную сертификацию нашего транспорта для стран Содружества. Это Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизстан и, по идее, Украина тоже самое входит. И здесь мы не вдаемся в политику, Украина тоже самое, практически 6 стран. То есть сертификация проводится, сертифицируется как городской электротранспорт по всем этим показателям, соответственно, будет она закончена, я думаю, предполагаю, конец лета, начало осени. Далее, скоростные трассы, где скорости достигают 500-600 км в час, будут полностью сертифицированы ближе к концу 2018 года. Но нам на сегодняшний день достаточно, это городские, прогулочные и грузовые. Вот эти три вида направления будут сертифицированы в этом году. Но я уверен в этом на, ну скажем так, пессимистический прогноз, оптимистический прогноз на 90%. Я лично уверен, что это будет сделано. И мы все это видим по той информации, которую получаем ежедневно, видеоотчеты и так далее, и так далее. По поводу бизнеса, Олег Александрович, по поводу бизнеса, именно бизнеса, не будем лукавить, нас всех интересует и возможности, которые мы в конечном счете получаем, становясь, то есть, тогда, когда мы становимся совладельцем нашей технологии. По поводу бизнеса, уже предварительно обозначены. Первые дивиденды, или давайте назовем прибыль, давайте так назовем просто прибыль. Первый доход мы сможем иметь, возможно, в конце этого года уже. Возможно, в конце этого года. Откуда это возьмется? Более полно мы отвечаем и развеем, то я отвечаю, скажем так, в закрытом режиме. Я отвечаю на этот вопрос, это мое видение. Вот, но мое видение зачастую очень и очень оправдывается. На основе прогнозов Виктора Таразова, на основе информации, которую мы получаем от Алексея Суходова, Сибириклова, Сергея Анатольевича и, прежде всего, наверное, Виктора Игоревича Бабурина, это два человека, которые, знаете, в хорошем смысле слова такие консерваторы, консерваторы в хорошем, самом хорошем смысле слова, Виктор Тарасов и Виктор Бабурин, два Виктора. То есть они не дают и не делают таких завышенных ожиданий. Это понимание, завышенные ожидания. И как Виктор Тарасов говорит, если это будет 1000%, 500% годовых, супер, это просто невероятно. 100%, 50% годовых, вообще замечательно. Но я, говорит, ориентируюсь на то, что для меня более чем достаточно 20% дивидендов в год. 20%. А то, что может случиться, дорогие друзья, это уже мои предположения, мои рассуждения. Почему? Потому что в ближайшие несколько лет, я думаю, что мы побьем мыслимые и немыслимые рекорды и по размещению на IPO, и по уровню капитализации, которые могут быть. Понимаете, я тогда, по-моему, два вебинара проводил по поводу дутых цифр и так называемых воздушных пузырей. Это в хорошем смысле слова, дорогие друзья, это не обвинение, это в хорошем смысле слова. Это уже понятия, наверное, такие биржевые, более финансовые понятия. Это компании Google, Uber, Microsoft, почти все компании, IT-компании дутых пузырей, там хватает очень много. Это не обвинение, но так оно и есть на самом деле. Номер адресной проекта в Могилево и в России, как ничего. Так, номер, так, адресный проект Могилева, а в России так и нет ничего. Так, Лев Александрович, давайте отвечу на вопрос. Давайте так, почему же тогда в Казахстане руководители страны занимаются внедрением технологии STU, а в нашей стране так никто не уделяет. Спасибо. Так, по поводу того, это хорошие вопросы, которые я слышу действительно от каждого человека практически. Лев Александрович, вы прямо задаете темп, скажем так, темп нашей презентации. По поводу того, что в Казахстане, а почему в России не делается, а почему это не делается в Европе, а почему еще где-то не делается. Это, как говорит Сибиряков Сергей Анатольевич, все крупные инвесторы и вообще понятие чиновника, так как я занимаюсь этим, ребята, более чем плотно, более года. Я занимаюсь регулизацией адресных проектов в Крыму, непростой регион, но это присутствует везде. И с Игорем Черным, мы общались, это руководитель направления ST нашего Белтранснет, проблемы везде одни. Чиновник очень-очень с опаской относится ко всему. И он может и у нас, как тот же самый Аксенов Сергей Валерьевич, это руководитель Крыма, он точно так же поддержал нас трижды. Он отправил президента Академии наук господина Тарасенко Виктора Сергеевича вместе со мной в Минск, чтобы я показал, что это все работает, что это идут ходовые испытания, что это не блеф, что это все есть на самом деле, хотя уже сам президент Академии наук является очень крупным нашим инвестором. Так вот, да, Виктор, генетику и кинетику абсолютно верны. Так вот, по поводу того, что, а почему оно не внедряется? Я рекомендую вам посмотреть, Лев Александрович, историю создания Skyway. Когда первые транши, первые деньги нам выделялись в Организации Объединенных Наций, это 30 лет тому назад, еще в советское время. Вторые крупные суммы в разделе нескольких сот тысяч долларов выделялись в Организациях Обитат. Все данные есть в интернете, все это есть. Далее, следующее, ассоциация, вернее, Гострой СССР. Заметьте, Гострой СССР еще 30 лет тому назад выделил крупные несколько, дай бог памяти, по-моему, 170 тысяч долларов для того, чтобы мы разрабатывали эту технологию. Юницкий, не мы, тогда Анатолий Гаджевич Юницкий. Далее, подключилась ассоциация космонавтики. Это ассоциация космонавтики еще СССР. Следом, далее, еще было много-много нюансов хороших, но потом, начиная с 2000 года, с 2001 года, подключились ведущие губернаторы российских областей. Это Александр Николаевич Лебедь, Александр Иванович Лебедь, это губернатор Красноярского края, это Хантамансийский округ, Филипенко, это Хабаровский губернатор, это губернатор Краснодарского края, губернатор Громов. И я могу перечислять еще массу губернаторов, ведущих российских областей, самых крупных, которые начали финансировать разработку данной технологии. Разработку для того, чтобы это до конца довести. И действующий полигон, который работал, наш полигон, в озерах, в Подмосковье, в течение 9 лет, после заседания правительства Российской Федерации, где тогда был президентом господин Медведев Дмитрий Анатольевич, который поддержал технологию, и было длинное указание, выделить в то время, в 2009 году, 1 миллиард рублей для того, чтобы продолжать проработку нашей технологии. Заметьте, это было 8 лет тому назад. Я не буду дальше рассказывать всю историю, все в интернет можете посмотреть. И по поводу адресных проектов, видеоматериалы, это записи центральных телеканалов Российской Федерации, первая скоростная трасса. Просто, ребята, напомните, у кого есть сейчас, скиньте, пожалуйста, чтобы люди посмотрели. Это официальные записи, по-моему, телеканал Вести, о том, что первая скоростная трасса Сургут-Ханты-Мансийск длиной 180 километров будет построена, дай бог памяти, в 2007 году. То есть, это будет первая скоростная трасса. Что там есть замечательный ролик, телеканал, по-моему, НТВ, или НТВ, или телеканал Россия, первый там, или какой телеканал, что город Хабаровск к 2008 году, к 150-летию города Хабаровска в 2008 году хабаровчане уже будут ездить на новом виде транспорта. Это Skyway. И уже проработана технология, трассировка сделана и так далее, и так далее. То есть, вот здесь, ребята, давайте не будем вдаваться в политику и обсуждать, дадут, не дадут. Мы ни с кем не конфликтуем. Мы ни с кем не хотим спорить. Никому ничего не хотим доказывать. Суть дела в том, что хотим мы или нет, но время пришло. Вот пришло время. Пришло время мобильных телефонов. Вот они. Они есть у всех. И у вас, Лев Александрович, тоже есть мобильный телефон. Но еще 25 лет тому назад просто наберите в интернет развитие ГТС города Москвы от 2000... Сейчас, секунду. Какой 2000? 1905 год. То есть, там более 20 ГТС, это городские телефонные станции. Ребята, кто помнит, что такое городские телефонные станции? Напишите, да, чтобы я знал аудиторию. Да, напишите, что такое ГТС. Так вот, более 20 ГТС должны были построить в новых микрорайонах города Москва, которые стоят огромные деньги. С этих ГТС, знаете, проводятся провода в каждый дом. То есть, подземные коммуникации, провода проходят в каждый дом. И вот там в каждом доме в квартиру делают разводку и подсоединяют наши телефоны. Вот такие вот. С этими потом уже там появились кнопочные телефоны и так далее, и так далее. Развитие ГТС. И никто почему-то не обратил внимания уже просто с сумасшедшими темпами шло развитие мобильной связи. Через 2-3 года эти ГТС, которые уже начали финансировать, начали строить, они уже никому не нужны были. Только оборонной промышленности. Почему? Потому что для оборонки еще важна защита, вот это, чтобы было не только интернет, через интернет, через беспроводную связь, но еще и проводная связь. Все. Теперь эти ГТС, это торговые центры, это детские сады, это, я не знаю, какие-то культурные учреждения и так далее. Мы уже забыли, что такое телефон, на котором надо там на кнопочке нажимать, чтобы провод был проведен и так далее. И таких примеров огромное количество. Да, городская телефонная служба. ГТС, это городская телефонная сеть. ГТС, городская телефонная сеть. или городская телефонная служба, можно и так, для понимания. То есть, вот такие моменты, их важно осознавать. Наша технология, она идет, ну, я не знаю, впереди планеты всей несется. Еще, как сказал губернатор Ульяновской области, господин Морозов, мы опережаем весь мир, как минимум на 15 лет. Так вот, это мы должны и делать. Вы сомневаетесь в серьезности намерений Skyway и активистов Skyway? Дорогие друзья, станьте другом, когда вам нужны друзья. Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней. Инвестируйте в проект, который становится основой мировой экономики или шестого технологического уклада. Дайте шанс своим друзьям, знакомым, родственникам, быть услышанными. И я всегда прошу только одно. Почитайте, послушайте, задумайтесь и скажите. Дальнейшее, как говорит Виктор Тарасов, а это действительно, это потрясающе, это гений, финансовый гений, с нами или без нас, технология Skyway будет реализована в любом случае. Технология, вот наша технология, она будет, ну по-другому может называться, но это именно технология Skyway. Так вот мы хотим, чтобы это было с нами. И мы хотим быть передовым отрядом. И мы хотим быть, мы хотим быть там, где мы хотим быть. Мы хотим, чтобы не мы, даже Антон, да, как можно большее количество людей стали совладельцами этой технологии, чтобы они жили достойно. И как меня часто спрашивают, ну, говорят типа того, что Григорий Михайлович, и сегодня мне сказали об этом тоже. Григорий, вы говорите прям так, что там завтра все станут миллионерами, но не станут, но не станут. Почему? Да потому что вы в это не поверили. Просто не поверили. Поэтому не надо говорить, что все станут миллионерами. Станут очень обеспеченными, супер обеспеченными, фантастически обеспеченными людьми те, кто сегодня поддержал технологию. И, наверное, то время, когда мы упрашивали кого-то, как говорится, уговаривали, зомбировали, доказывали, оно прошло. Я сегодня зачастую трачу на общение с людьми, ну, время, максимально эффективное время, это 10-15 минут. После этого я задаю вопрос, насколько вам это может быть интересно и приемлемо? И человек говорит, ну, вы знаете, я в это не верю. Спасибо, до свидания. Приходите тогда, когда вы это услышите по телевидению, еще, хотя огромное количество ролик по центральным телеканалам и так далее. Приходите тогда, когда у вас, знаете, внутри заскребет что-то, и вы поймете, что дальше развиваться человечеству невозможно без нашего нового транспорта, экологически чистого, безопасного, экономичного и огромная составляющая, это вот это социальная составляющая, сделать как можно больше людей со владельцами нового транспорта, со владельцами сапы, крупного бизнеса за всю историю цивилизации. Я всех благодарю за внимание. Завтра я еще нахожусь в Челябинске, послезавтра, то есть в среда, четверг, в пятницу я буду в дороге, к сожалению, я буду в Москве до вечера, вечером выезжаю поездом в Минск, и уже Юра, 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 Юрочка, ты здесь, ручку поставь, пожалуйста, Юра, я тебе дам слово, Юра, просят люди тоже дать тебе слово, Юра, поставь, пожалуйста, ручку, окей, сейчас, одну секунду, дорогие друзья, действительно, у Юры настолько нестандартное мышление, настолько свое, скажем, свой подход, ребята, и все, кто желает в дальнейшем на вебинарах, ставьте ручки, если вы хотите высказать свое мнение, свое пожелание, задать какой-то вопрос голосом, пожалуйста, спрашивайте, выходите, я с удовольствием дам, это будет живой вебинар, а не такой мертвый, что один вещает, а все остальные являются наблюдателями, сейчас, одну секунду, глобальные настройки, я что, давненько уже никому слова не давал, в свое время я проводил вебинары и действительно, вебинар передавал слово абсолютно всем, Юра, одну секундочку, Юрочка, одну секунду, дорогой, сейчас, одну секунду, так, настроить права, все, вспомнил, как это делается, как управление, сейчас, сейчас, секунду, аудиотрансляция, так, аудиотрансляция, видеотрансляция, применить, окей, Юра, тебе слово, Юрий является не только нашим инвестором, но он сам, сам он проживает, Юра, про себя, пожалуйста, скажи несколько слов, откуда ты, что и как, что и как, действительно, добрый вечер, Григорий Михайлович, огромное спасибо за слово, спасибо людям за то, что просят меня услышать, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, или десяточки, как меня слышно и видно, благодарю, как говорится, знакомые все лица, спасибо большое, значит, Григорий Михайлович, мое слово будет немножко отличаться от вашего, я даже скажу чем, сейчас чуть-чуть хочу поговорить не о Скайвей, хотя о Скайвей потом обязательно вспомню, а о жизни, вы в свое время говорили, как можно купить квартиру за тысячу долларов, был такой вопрос, это приобрести акции Скайвей на тысячу долларов, и потом через несколько лет, купить квартиру, когда они уже капитализируются, когда увеличатся в цене, и многие люди, когда им рассказываешь об этом, они говорят, это фантастика, это невозможно, это бред, ты сумасшедший, такого быть не может, так я расскажу свою историю, я, во-первых, еще раз представлюсь, акционер группы компании Скайвей с мая 2014 года, и акционер, и партнер, и с этого времени поддерживаю, и горжусь, что поддерживаю такую передовую технологию, и особенно горжусь, что я в такой компании, вот с такими людьми общаюсь, как Григорий Михайлович, и многие-многие другие, перечислять всех не буду, я просто расскажу свою историю, не о Скайвее, я расскажу свою историю, о квартире в городе Киеву, ключи, которые я недавно получил, поэтому 5 лет назад, почти 5 лет назад, я заключил договор в новостройке, на новую квартиру, как только мы внесли первый износ, это было в рассрочку, сразу же, сразу все родственники, друзья, знакомые, сказали, что я сумасшедший, что такого быть не может, потому что квартира в новостройке, стоила приблизительно на 30% ниже рыночной стоимости, и все сказали, что это лохотрон, что это развод, что деньги мы потеряли, причем деньги, вложенные в квартиру, были гораздо больше, чем потом я вкладывал в Скайвее, и вот 5 лет, все родственники, друзья, знакомые, когда дом строился, но еще не сдавался, все время говорили, что я деньги потерял, все время мозг выносили, говорили, что я сумасшедший, что быть не может такого, потому что, есть рыночная стоимость, а если продают дешевле, значит это точно лохотрон, пирамида и так далее, и тому подобное, практически все 5 лет, никто не верил, что это состоится, до самого последнего момента, а теперь я всем, неверующим, могу показать ключи, от киевской квартиры, о которой я мечтал, еще 30 лет назад, когда был студентами, когда жил в общежитии, с клопами и тараканами, но одно дело мечтать, а другое делать, потому 25 лет, я делал, как делают бедные люди, то есть, откладывал со своей зарплаты, какую-то часть денег, и пытался купить квартиру, я откладывал, а квартира росла в цене, я откладывал, а квартира росла в цене, и потому, 5 лет назад, я решил делать по-другому, мы создали бизнес, я начал читать книжки, Роберта Кийосаки, Бодо Шефера, и так далее, и все делать по науке, и вот 5 лет назад, мы вложили деньги, в такое предприятие, вот в новостройку, о которой никто не верил, что они построят, и что они сдадут нам, отдадут ключи, квартиры и так далее, потому, через 5 лет, я могу сказать, всем фомам неверующим, что такое возможно, и по поводу Скайвея, почему я о квартире сейчас, о своей говорю, потому, что Скайвей, очень похоже, когда это все начиналось, больше 3 лет, все говорили, вот практически все, из первой сотни людей, о которых я рассказывал, о котором о Скайвеи, 99, сказали, что это лохотрон, что это не будет, а если будет, то через 100 лет, или в крайнем случае, через 50, и что невозможно, невозможно, чтобы увеличились, твои капиталы, за столь короткое время, там в 50, или в 100 раз, или даже в 20 раз, невозможно, говорили, и все говорили, что это лохотрон, а теперь уже, мало того, что говорят меньше, хотя говорят все равно, даже Скайвей ездит, уже идут испытания, уже идет сертификация, уже более 300 тысяч акционеров, все равно говорят, что это лохотрон, что это никогда не состоится, точно так же, как говорили о квартире, я уже по поводу дома, я показывал людям, говорю, смотрите, дом строят, уже достраивают, и скоро нам вручат ключи, они говорили, все равно не верим, точно так же и по поводу Скайвей, есть люди, которые видят, видят, вот у которых есть видение, а есть люди, которые слепые, то есть у них глаза вроде как есть, но на самом деле, они ничего не видят, поэтому в этом Библии даже об этом сказано, говорят, смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, потому, вот действительно Григорий Михайлович абсолютно прав, что будьте в этом случае пофигистами, то есть говорите, и потом те, кто могут увидеть, те, кто могут осознать, те, кто могут хоть немножко помыслить на будущее, они к вам присоединятся, рано или поздно, а те, которые фомы неверующие, или глупые люди, или у которых кругозор ограничен, или еще подобные, сколько бы вы их не убеждали, сколько бы вы их не рассказывали, они все равно будут говорить, не верю, все равно это не получится, даже когда мы сертифицируемся, когда по всему миру начнем строить дороги, потому дорогу осилит идущий, мы пять лет ждали и дождались, мы уже, вот если сравнивать тот путь, который мы прошли по получению квартиры, и тот путь, который мы прошли за три года по получению Skyway, то я думаю, что экватор мы уже перешагнули, потому я думаю, что год, два и максимум три, и мы получим и прибыль, и дивиденды, и капитализацию акций, поэтому мы на правильном пути, строй Skyway, спасай планету, Григорий Михайлович, я, к сожалению, сразу приношу свое извинение, что я на Экофест не попаду, потому что получение квартиры, это не однодневный процесс, и он сейчас идет, идет и идет, точно так же, как по Skyway, то есть все точно так, как по Skyway, то есть идет и сертификация, и так далее, и так далее, и так далее, поэтому всех с наступающим праздником, это с Экофестивалем, ребята из Переяслава-Хменицкого, нашего города, обязательно будут, обязательно будут видео, и если получится, Григорий Михайлович, то еще и подарки передадут лично от меня, поэтому всем, всего самого-самого хорошего, и до встречи. Я думаю, что, дорогие друзья, поблагодарить надо Юрия, это хотим мы или нет, но это действительно, это потрясающий человек, просто невероятный человек, и мне бывает очень обидно, что он не со мной, но в то время очень здорово, что он в нашей общей команде Skyway, это действительно человек невероятный, его видение, его, ребята, у вас у всех свое видение есть, и мне, вот нам, и мне, и Юрию было бы очень интересно, услышать еще ваше мнение, выступайте, берите слово, там 2-3 минуты, потом будете больше, почему, потому что это, просто осознайте, что у нас бизнес не останавливает, это бизнес, это еще огромный бизнес, поэтому выступайте, чтобы вас знали люди, хотя знали, вот просто, ну, просто возьмите, будьте немножко практикистами, и выступите, вот, позвольте себе это, и пусть это будет любое мнение, мы его выслушаем, примем, и не будем говорить, что вы дураки, или вы ничего не понимаете, почему, потому что всегда будет два мнения, одно мое, и другое неправильное, помните, да, мы всех благодарим за внимание, с вами был Григорий Мирженченко, Юрий Зубер, группа компаний Skyway, и до встречи, следите за новостями, на следующих наших вебинарах, Субтитры создавал DimaTorzok